Возле дома офицеров российской армии расположилась полевая кухня в День Победы. Это, пожалуй, самое популярное место среди уссурийцев, желающих испробовать солдатскую кашу. Настолько много, что котлы пустые уже окажутся через час или полтора. Гречневая каша в котлах рассчитана на 600 человек. Парни в форме с задачей справляются. Хотя, признаются, такого наплыва людей не ожидали. Уссурийцы любят вкусное армейское блюдо. Очередь выстроилась огромная. Традицию отведать солдатской каши соблюдает и ветеран войны Екатерина Исакова. История нашей жизни. Попробовав в День Победы солдатской каши. Я радистом была. Радистом. Изучал радиостанции. Первая моя радиостанция была 6ПК. 6ПК на Горбака и пошел по ДВК. А потом, значит, РСБ на одной машине смонтировано. Обед, конечно, по расписанию. А параллельно концерт, выставка военной и раритетной техники. Можно примерить сумку парашютиста, противогаз, прицелиться из гранатомета. Следом оказаться за рулем необычного автомобиля. Что сейчас за машина, в которой вы сидите? Я не знаю, не буду себя прочитать. А чем нравится? Нравится машина, что наша машина. Отечественная? Да. Мне впечатлило больше и БТР, к примеру. Потому что, ну, я люблю смотреть фильмы там про танки там всякие. Больший мой любимый самый фильм – это, сейчас скажу, «Белый тигр». Про что он? Потому что, как немцы уничтожили наши танки, это был их самый сильный танк. А наши разработали танк, который уничтожил их танк. В городском парке развернулись интерактивные и развлекательные площадки. С одной стороны, звучат стихотворения и проза о войне и победе. На всей территории стенды «Женщины войны», где можно узнать о женщинах-героях Великой Отечественной. Здесь же детвора развлекалась в играх и легких тренировках – прыжках с парашютом. Я не знала, что в 9 мая будет такой сольный праздник, что его скоро, наверное, я не выдержу. Потому что мама сегодня у меня танцевала в честь 9 мая. Не судите сюда, люди, что я боеваясь, у меня мама родила 9 мая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова